здравствуйте дорогие друзья как я рад вас видеть как мне приятно снова быть с вами приятно то что я здесь а вы там мы вместе говорим о хорошей музыки о музыке которую мы с вами любим с детства я с детства люблю вот эту пластинку моей любимой группы из одной из любимых групп из полкик называется тормата 1978 год да я забыл поблагодарить вас за души вы пишете комментарии я предвижу значительное количество комментариев посвященных этой пластинки кстати говоря потому что многие этот альбом ненавидят а многие любят например я и еще и еще несколько человек несколько тысяч несколько десятков тысяч если не сотен тысяч это пластинка вышла в 78 году как я уже сказал 1900 до после грандиозного альбома going for the one который я обожаю и который считается одним из лучших наверное альбомов из классического состава в классическом звучании и в классической концепции музыки группы есть то есть длиннющие грандиозные монументальные очень сложные произведения полифонические какие угодно хотите поле стилистические барокко и рок и и симфоническая музыка сыгранная силами все-таки рок-группы до без оркестра в общем очень сложная красивая духовная одухотворенная оптимистичная такая светлая мажорная в основном музыка но и очень большая очень такая ух я очень любил и люблю вот эту старую музыку группы с первым который я слушал своей жизни это был релэйр я еще в школе учился и сейчас очень многие пишут я читаю что это такой сложный альбом и воду войку с него лучше не начинать лучше начать что-нибудь другого там папа проще класса речь там да ну во первых там не попроще совсем я не знаю я я был школьник советский я услышал релэйр и так мне понравился первого прослушивания просто в него вошел и до сих пор не вышел это я к тому что классический звук классическая концепция музыки с мне была близка уже все было в порядке я был готов к новому альбому если когда я услышал вот это я был потрясен мне дико понравилось но это совсем не то это совсем не going for the one совсем не релэйр совсем не close to the edge и уж подавно не tell from topographic ocean который я терпеть не могу на самом деле я не сумасшедший фанат если я говорю что я люблю группу ес это не значит что я люблю все альбомы группы ес есть пластинки которые мне активно не нравятся о них я отдельно потом расскажу потому что расскажу про все пластинки ес поскольку я люблю их я люблю как явление природы пластинка была сочинена частично во время саундчеков которые происходили на концертах во время тура 78 77 году посвященному пластинки going for the one естественно пластинка очень хорошо была принята и критиками и слушателями хорошо продавалась и тур был грандиозный но во время этого тура музыканты вымотались до последней стадии до последнего издыхания около ста концертов было сыграно и во время саундчеков появлялись какие-то наброски песен из которых частично и был сложен этот альбом альбом должен был быть двойным и не то чтобы из двойного альбома сделали одинарные нет а это как бы первая часть двойника они все записали да но вторую пластинку решили уже не записывать потому что так друг друга достали такие были творческие разногласия такая уже даже там на уровне личном наверное какая-то неприязнь была хотя мы этого не знаем мы там не сидели в студии во время записи этого альбома но из разных источников складывать картинка что очень большое было напряжение да и это логично потому что вкусы публики вкусы музыкантов в первую очередь менялись со временем это нормально со временем все меняется люди начинают интересоваться чем-то другим их зона поиска расширяется да и художник артист музыкант что-то все время придумывает если он играет всю жизнь в одну дуду даже если это дуда золотая серебряная бриллиантовая и всем нравится артисту становится скучно со временем в эту дуду дудеть хочется попробовать какой-нибудь другой инструмент или с этой дудой что-нибудь придумать другое и понятно да что 77 78 год уже совершенно другие были настроение в музыке настроение публики и появлялись новые группы новое звучание и все что там напишут ах ты панк навалился и уничтожил рок-н-ролл ну если навалился панк уничтожил рок-н-ролл если уничтожил классический рок значит этот классический рок ничего не стоит вообще и никому нафиг не нужен если группа секс пистол смогла уничтожить этот самый классический рок согласитесь да значит не рок и был никто никого ничего не уничтожил все продолжало существовать параллельно но появились новые инструменты новое звучание новый темп жизни новая скорость восприятия музыки расширилась расширился доступ к информации да и люди стали слушать больше разного всего интересоваться этой музыкой этой музыкой этой музыкой да и музыканты тоже они же такие же люди как и все им тоже стало интересно что-то другое какой-то поиск этот поиск проявился на тормата песни стали короче их стало больше они стали жестче и вот никогда бы не сказал я что группа превратилась в какую-то поп 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 поп-рок какой-то заиграли пойдя на поводу у массовой аудитории да нифига подобного никто не к мне каком поводу не пошел просто стало интересно играть немножко другую музыку хотя все осталось тот же самый ес остался никуда не делся абсолютно и рик вейкман который считает этот альбом одним из лучших между прочим вейкман рик да он говорил что это никакое не уже после того как появились критические отзывы что ой это вообще деградация это падение где же вот эти вот грандиозные полотна красивые насыщенные всем 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 чем только можно вейкман говорил что никакая не деградация это наоборот обращение к корням обращение к альбому фрейджау и к альвии с альбом и более ранним на которых он не играл да там time and word и первый альбом с это просто вот этот кусок грандиозный три альбома там до четыре таких вот там релеер самый фриджал тот же самый хотя там покороче все-таки песни до going for the one это тэлсом топографика ушинс это невероятное вот это вот полотно который я не могу до сих пор за один присед прослушать от начала до конца не раз в жизни кстати не слушал целиком его только фрагментарно сил не хватает на это все а это обращение к корням обращение к тому с чего начинала группа ес и благодаря чему она стала в общем тем кем стала но критики были негодование что все вот это все не то хотя публика приняла альбом очень хорошо в америке он стал платиновым по моему в тени месяца даже взлетел то есть миллион пластинок было продано в европе в англии тоже все было хорошо только критики вот негодовали ну и блогеры которые пишут сейчас вот за интернете тоже пишут что это деградация это вообще все это уже не есть никакой не из а не знаю а я и мои товарищи все как когда это пластинку услышали в том самом семьдесят восьмом году сразу приняли на ура и я принял ее на ура потому что мелодика палитра звуковая все осталось от из а просто темп изменился и я бы даже не сказал что лаконичней стала музыка она настолько сложная настолько насыщенная здесь такие партии инструментальные такая вязь такие переплетения вот этих самых инструментальных кусков что мама дорогая но как можно говорить о том что это упрощение это может быть это усложнение дальше что в короткую форму вбить такое количество музыки невероятно не растекаться вот так вот об короткий временной отрезок все это уложить и так чтобы это не было нарочито и сначала естественно future times 1 номер абсолютно классическая песня из абсолютно классическая просто ничего не скажешь оптимистичная яркая радостная мощная сложная переходим к второй части rejoice запевы андерсона такое ощущение что это сольный альбом андерсон начинается в части red joyce но это не сольный альбом а приходим к изюминке don't kill the whale рок-песня вдруг рок-песня которую классики из группы ес вдруг гитарная такая штука вся лежит на гитаре стива холл и порой его сдвигает wakeman в сторону одно слово сменяет другое гитару сменяет клавиши и какой-то какой-то чувствуется конфликт в музыке как бы и этот конфликт играется до играет хао потом играет перехватывает инициативу wakeman в музыке заложен конфликт этот конфликт оказывается был заложены в отношениях между музыкантами потому что вейкман притащил два новых инструмента поле мук и биратрон который он сам по-моему сконструировал ленточный ленточный прибор такой напоминающий мелатрон но другой вот этот самый поле мук и биратрон по мнению стива хао никак не укладывались вместе с его гитарой они конфликтовали в тембрах и этот конфликт стать очень хорошо слышим в песне равен юфо на второй стороне первый номер и тут эту песню вейкман считал одной из лучших песен ес вообще за всю историю группы с мне она тоже очень нравится она сложная начинается и вы их она здесь очень много здесь только наиграл и в финале когда идет соло стива хао гитара как-то размывается летя над аккордами вейкмана и они тембрально как-то не укладываются вместе гитара и и слышно она громко она на первом плане но она тембрально как-то обертана как растворяются не мне не миксуются вместе и что касается микса здесь были большие проблемы потому что пришел идиор идиор оффорд старый знакомый старый продюсер который но не старый продюсер раз в отношениях с группой который делал их лучшие альбомы но по каким-то непонятным никому причинам он там побыл побыл с ними а потом ушел и исчез в неизвестном направлении и дальше группа сама уже занималась записью сведением микшированием микшированием сведением и мастерингом и всеми всеми остальными чудесами и каждый из музыкантов привел своего инженера еще и кто-то там пишет кто из них писал что такого количества рук за пультом никогда не было до сих пор огромная толпа и все кричали что нет здесь потише здесь погромче здесь партия твоя не не подходит давай партию переиграем и в общем вот такая такой хаос все время сопровождал запись этого альбома и в результате они забыли включить нажать на кнопку dolby и поэтому звук получился плоским во время мастеринга уже инженеры которые занимались мастерингом все-таки включили dolby и немножко что-то выправилось но тем не менее конфликт был серьезный на этот счет значит что don't kill the whale замечательная песня которая вышла синглом потом ракешник мадригал абсолютная классика есть испанская гитара стива хау клавесин андерсон заливается соловьем очень сложную барочную мелодию поет и приходим к релиз релиз еще один гитарный ракешник еще один стив хау выходит на первый план и играет настоящий просто рок очень сложно очень быстро очень ярко и и вейкман его снова под сзади подпихивает подпихивает спихивает начинает играть на своих полимуках бербератронах опять включается хау в общем такая борьба единство противоположностей начинается райан и райан юфо я уже сказал сложная песня классика с классика пришедший еще одна классика он the silent wings of freedom финальный номер прямо как будто из close to the edge песня к нам пришла он в арт обожают любители старого звучания из секрс of heaven песня на второй стороне после равен юфо это еще один номер как будто бы сольный андерсон вдруг появился здесь но в целом альбом хоть песни и короткие относительно но настолько много там партий настолько много нот играют все музыканты что слушать можно годами веками разбираться и торчать